В Оренбурге 19.30 в эфире Ориен ТВ новости. С вами Наталья Голикова и в ближайшие 20 минут расскажем о самых заметных событиях среды. И вот коротко, что вы увидите. В Оренбурге уже год не могут привлечь к ответственности водителя, который сбил ребенка во дворе жилого дома. В постановлении, которое писал инспектор, вообще говорится о том, что мальчик сам врезался в джип. Самарская область встала в многокилометровой пробке. Снегопад приближается к нам. Зуб на зуб не попадает. Замерзают в своих квартирах жители проспекта Паркового. В ожидании бури со стороны Самары на Оренбурге надвигаются циклоны. МЧС предупреждает о сильном снегопаде. ГИБДД рекомендует автомобилистам воздержаться от дальних поездок в московском направлении. В Самарской области стихия уже наделала много проблем автомобилистам. В Сызанском районе у села Переволоки образовалась 10-километровая пробка. Грузовики буксуют на подъеме. На трассе М5 введено временное ограничение для движения грузовиков. В затор попали оренбуржцы. Движение полностью там парализовано. И со стороны Уфы в сторону Москвы, вот, в Волжск закрыли газ для большегрузов. Также со стороны Москвы в сторону Самарской области от Сызрани созванивалось. Тут ребята где-то в районе Переволоков стоят там со вчерашнего дня уже. Улучшений никаких нету. Как стояли, так и стоят. Вроде бы и МЧСники есть, но не справляются они с непогодой. Непогода уже прошлась по западу Оренбуржи. По прогнозам синоптиков, снегопад задержится в Оренбуржи как минимум на ближайшие три дня. Количество осадков может превысить 15 мм и побить столичные и самарские рекорды, уточнили в Оренбургском гидрометцентре. Спортсменам придется принять решение. Накануне Международный Олимпийский комитет отказал в участии в Олимпиаде сборной России. Он допустил только отдельных российских атлетов, которые смогут выступать под олимпийским флагом без российской символики и гимна. В Южную Корею смогут поехать только те спортсмены, которых никогда не обвиняли в использовании допинга. Их выберет специальная коллегия под председательством главы независимой организации допинг-тестирования. Правда, Россия еще не приняла решение по поводу участия в Олимпиаде. Одни считают, что игры нужно бойкотировать, другие же уверены, что даже под олимпийским флагом всем будет известно, что это российские спортсмены. Чисто политическое решение, и это идет давно, и это вне всяких законов, вне всяких, я даже не знаю, ни человеческих, ни юридических. Каково, допустим, игроку, если предположить, представлять страну без флага, без символики, без гимна, в конце концов, подниматься на пьедестал? Если честно, мне трудно представить такую ситуацию. В тот момент таких вещей даже рядом не позволялось. Но я не могу, сразу скажу, я не могу осуждать спортсменов, которые туда поедут. И сегодня в студии Ориент-ТВ состояла запись очередной программы «Круглый стол». В гостях были исполняющие обязанности заместителя министра спорта и туризма Оренбургской области Елена Кальянова и бронзовый призер чемпионата мира по слэдж-хоккей Михаил Чекмарев. Говорили о решениях МОК и развития спорта в Оренбурге. Полную версию программы «Круглый стол» вы сможете увидеть в нашем эфире завтра в полдень и в 18 часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в торговом комплексе «Мир». Возгорание произошло в минувшую субботу. Сгорело все имущество, сильно пострадало и само здание. По версии следствия, такие последствия наступили из-за неисполнения обязанностей ответственных за противопожарную безопасность. Пожар в торговом комплексе произошел днем. Несколько часов потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Крыша здания обрушилась. Торговые площади превратились в пепел. Вместо ЧП тщательно осмотрели следователи. Допросили очевидцев. Однако выводы делать рано. Что стало причиной возгорания, будет известно после результатов пожарно-технической экспертизы. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Ущерб предпринимателей составил около 5 миллионов рублей. За помощью они обратились к губернатору региона. Владелец сгоревшего торгового комплекса обещал выделить места в уцелевшей части здания. Как сообщает портал ОРНД, пострадавшим решили помочь простые предприниматели и продавцы другого вещевого рынка города. Они собрали 250 тысяч рублей. 550 тысяч погорельцам направила столичная корейская диаспора. Сбил ребенка и остался невиновным. Больше года назад в одном из дворов на улице Монтажников водитель на внедорожнике наехал на 6-летнего мальчика. После расспросов ребенка, все ли у него в порядке, мужчина уехал, сославшись на дела. Правда, вернулся на место аварии спустя пару часов. Казалось бы, есть виновник, есть пострадавший. Однако уже больше года родители мальчика не могут привлечь автомобилиста к ответственности. Инспектор ГИБДД, который разбирал это дело, признал виновным ребенка. Якобы это он влетел в машину. Причем так, что сломал себе ключицу. В деталях происшествия разбирался Александр Жарков. Обычный двор в спальном районе, детские площадки, тротуары, проезды для автомобилей. В октябре прошлого года 6-летнего Рома в нескольких метрах от подъезда сбил джип. Бабушка мальчика толком ничего не успела понять. Она как раз вышла из дома. Мальчик уже сидел на лавке, а возле него стоял мужчина. А он над ним вот так вот наклонился. А я не вижу, что у него вот здесь вот шишка, фингал такой. Потому что он вот так сидит и смотрит, ну лавочка вот, и сидит на подъезд смотрит. А потом женщина выходит, сидела с ним рядом, жена что ли, я не знаю, выходит и говорит, а вы посмотрите, у него все ли целое, посмотрите, ручки, ножки. После этого женщина с ребенком пошли домой, а водитель уехал, сославшись на занятость. Лишь дома бабушка поняла, что случилось. Ручку так, ручку вот так. Я ему быстренько раз-раз эту руку, а потом эту сняла. И смотрю это, Ромка, как глянула, такой прям в синий такая, синеша. Ромка, ты же ключицу, говорю, сломал. Чего случилось, бабушка, дядька, дядька меня не говорил ничего. Дядька машиной, машиной. В больнице перелом ключицы у ребенка подтвердился. Спустя несколько часов, когда родители с мальчиком вернулись домой, во дворе их ждал тот самый водитель и ГИБДД. Инспектор ГАИ принимает решение. Он был привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП, за сквозное движение. А вот за то, что он сбил ребенка и причинил вред здоровью ребенка, к ответственности не был привлечен. Формулировка, которая применялась в постановлении инспектора ГИБДД, следующая. То есть, якобы, ребенок создал помеху, выбегая с детской площадки, ударился об левую переднюю дверь автомобиля. То есть, получается такая ситуация, что не автомобиль сбил ребенка, а ребенок сбил автомобиль. Вот постановление по делу об административном правонарушении, которое составлял инспектор ГИБДД Мазаев. Здесь сказано, в действиях пешехода усматривается нарушение. Но так как он не достиг совершеннолетия, он не может быть привлечен к административной ответственности. Зато в действиях водителя нарушение ПДД не усматривается. Все это видел сосед, который в тот момент находился на улице. Вы здесь во дворе находились, да? Да, я запуску меня. Ну, вы услышали или прямо на ваших глазах это было? Ну, я увидел, я встал, посмотрел даже. А не помните, быстро там машина ехала? Да, можно сказать, быстро. Учитывая, что по двору, да? Да. Он сразу остановился, сразу ребенка на лавочку, так понимаю? Да. И что интересно, в суде показания свидетелей не были приняты во внимание. С формулировкой «он сосед», а значит «заинтересованное лицо». Когда я начал заниматься этой темой, вспомнилась история, когда в Подмосковье мальчика, погибшего под колесами автомобиля в своем дворе, буквально сделали виноватым в этом ДТП и нашли в его крови почти 3 промилле алкоголя. Родителям того ребенка стоило неимоверных трудов доказать, что никакого алкоголя в крови ребенка не было и виновата в смерти мальчика женщина, которая управляла автомобилем. В истории с Оренбургским мальчиком он, слава богу, жив, но родители уже больше года не могут доказать, что виноват не 6-летний ребенок, а водитель, который сбил его во дворе. Нарушение о финансах и развал в медицине – это громкое заявление последних дней от председателя счетной палаты страны Татьяны Голиковой. Такую оценку сразу нескольких от России сейчас широко обсуждают эксперты. Например, президенту было доложено, что нарушение зафиксировано на 600 миллиардов рублей. В регионах осваивают деньги и зачастую неэффективно. Например, строятся объекты, которые не используют, и бюджетные организации разрастаются. Еще одна оценка, которая особо откликнулась в обществе – это оценка медицины. Точнее, счетная палата констатировала развал в этой сфере, пишет ряд федеральных изданий. СМИ приводит интервью председателя счетной палаты Татьяны Голиковой, где она говорит, что материально-техническая база в больницах настолько устарела, что износ в целом составляет больше 50%. В медицинских учреждениях проблемы с коммунальной инфраструктурой, и это почти треть всех больниц страны. Отмечается также, что сейчас все меньше средств выделяется на сферу здравоохранения. С федерального бюджета на будущий год медицина получит 460 миллиардов. Это в 11 раз меньше затрат на армию и полицию, и в три раза меньше, чем содержание аппарата чиновников и органов госвласти. А фонд обязательного медицинского страхования покрывает лишь текущие траты медучреждений – зарплаты, коммунальные услуги, связь, транспорт, лекарства. Оценку счетной палаты подтвердили эксперты высшей школы экономики, которые почитали, что за последние 10 лет развитые страны наращивали уровень расходов на здравоохранение. А от России обратная тенденция. Экономисты резюмируют. Нежелание делать вложения в человеческий капитал все больше приближает страну к государствам третьего мира. В Оренбургской области проблема медицины – тема неиссякаемая и ничем не отличается от общей характеристики страны. Но все же развалом назвать ситуацию не готовы. Об этом говорят наши эксперты. При этом подчеркивают, что основная причина все же не только в финансах, а в руководящем составе. В Министерстве здравоохранения, если вы знаете, за последние 7 лет проведена замена 53 главных врачей. Понятно, что главных врачей надо менять. Процесс обновления он неизбежен. Но ведь меняя одного главного врача на другого, надо же преследовать какую-то цель, что он должен быть более квалифицированный, чем предыдущий. Он должен знать больше, иметь знаний и приносить пользу обществу. Вот вам пример. В 2011 году в Оренбургской области сформирован кадровый резерв здравоохранения. Людей отправили в Академию народного хозяйства при президенте Российской Федерации учиться. Затратили миллионы, а может быть даже десятки миллионов рублей на их обучение. И ни одного человека, подчеркиваю, ни одного человека не назначили на должности главных врачей. У нас есть по-прежнему большое количество претензий простых рядовых граждан, которые приходят в поликлиники и сталкиваются с очередями, с тем, что нет врачей. И иногда даже сталкиваются с хамством. И даже прокуратура иногда говорит, звоните, рассказывайте, что у нас происходит. Но, тем не менее, конечно, вот так вот сказать, что вот прям вот все плохо и ужасно, наверное, тоже было бы несправедливо. Да, вроде бы та система, те люди, которые отвечают за здравоохранение, они пытаются что-то предпринять, они вроде бы пытаются что-то изменить. Но пока, конечно, наверное, система не сильно меняется. Кроме того, Сергей Макшанцев считает, что материальная база в больницах не такая уж и плохая, ведь областной Минздрав часто сообщает о том, что закуплено высокотехнологичное оборудование. Так, один из примеров – оснащение нового перинатального центра. Но и это, получается, не главное. Возможность иметь в наличии специалистов высокого класса, которые способны работать на этом оборудовании и давать результат. А не так, как купили, скажем, вот в Каундыке три аппарата в роддоме экспертного класса УЗИ, а работать некому. Ну и что? Вот министр зато доклад. А вы знаете, мы купили столько-то аппаратов УЗИ, а вы знаете, столько мы магнитно-резонансных томографов купили. Ну а кому они нужны, этот магнитно-резонансный томограф? Кому они нужны? Что вы хотите каждому подряд делать? Если спина чешется, давай томографию делать. Управляющая компания Оренбургская через суд пытается вернуть жилые дома под свое управление. Все подробности во второй части программы. Сейчас короткая реклама. Мы продолжаем рассказывать о событиях, вот что увидите во второй части программы. Оренбургская управляющая компания пытается вернуть дома, собственники которых отказались от ее услуг, в судебном порядке. Во все оружие встретим холода, как Оренбург готовится к зиме, расскажем, не пропустите. Зуб на зуб не попадает, замерзают в своих квартирах жители проспекта Паркового. Вернуть дома через суд. Оренбургская управляющая компания в судебном порядке пытается восстановить управление домами, которые летом этого года отказались от ее услуг. Несколько месяцев назад прошли собрания собственника, на котором жильцы проголосовали против обслуживания своих домов этой компании. Напомним, этим летом Оренбургская управляющая компания отказалась от части жилого фонда, а собственники некоторых домов сами отказались от услуг Оренбургской и предпочли другие коммунальные компании. Практически каждую неделю тогда во дворах люди собирали собрания. Однако сейчас представители Оренбургской обращаются в суды, чтобы признать эти собрания нелегитимными, а соответственно отказ от услуг незаконным. Управляющая компания не имеет права обжаловать решение общего собрания собственника и не является участником данных правовых отношений. Имеется судебная практика, я также хотела бы ее представить, если это возможно, что управляющая компания имеет право обжаловать решение общих собраний. И кроме того, данная практика судебная, она не просто принята в первой инстанции, но она также уставила и в апелляционной инстанции, потому что управляющая компания здесь является полностью заинтересованным лицом. Известно, что в трех исках Оренбургской управляющей компании уже отказано. Собрание собственников дома по улице Карагандинской, двух домов на пароезде промысловом признаны законами, а соответственно отказ людей от услуг компании обоснованно. Отопление не спасает мерзнуть, приходится жителям дома номер 48 по проспекту Парковым. Дело в том, что в их квартирах перебой с отоплением зимой происходит уже не первый год. Жители систематически обращаются к коммунальщикам, только от этого ни холодно, ни жарко. И сейчас даже при относительно теплой погоде на улице, в квартирах достаточно прохладно. Ольга Токарева побывала в этом доме, пообщалась с замерзающими людьми. Батарея еще теплая, на градуснике 10 градусов. Такую температуру самостоятельно сегодня зафиксировали жители этой квартиры по проспекту Парковому. Чтобы согреться, домочадцам приходится ходить в квартиры в верхней одежде. В ход идут и пуховые платки, и ватные одеяла. Вот спим под двумя одеялами. Вот толстое одеяло пуховое, вот еще сверху. Накрываемся, закутываемся, плюс еще пуховый платок. А чтобы принять водные процедуры, пользоваться приходится уже обогревателем. Риск заболеть, искупавшись при такой температуре, велик, рассказывает Наталья Николаевна. Ну а в критические моменты спасают разве что бобровая шуба. Когда на улице минус 30, я сижу и лежу под бобровой шубой, потому что иначе в квартире находиться просто невозможно. Такая же ситуация и в соседних квартирах. Греются задушевными разговорами, стараются больше двигаться и по дому ходят в пальто. В тех квартирах, где есть дети, переживают особенно. Дети мерзнут. Вот обогреватель не выключаем, постоянно работает. Вращение в управляющую компанию ситуацию не меняют, говорят люди из-за кистерли, а батареи по-прежнему чуть теплые. Иной раз и вовсе холодные. Платим все ежемесячно, все вовремя. Но вот такое отношение, что никто не приходит, никто не помогает. Наверное, в подвале что-то надо сделать, какой-то болт стоит или сопло, что-то нужно поменять, чтобы сделать тепло, чтобы люди не мерзли. У меня есть даже ответ. Я в администрацию города, они написали, что отопительная система в исправленном состоянии, что все нормально. Температура такая, мы ничего не можем изменить, не можем, и тепла у вас, как раньше, не будет. Потому что у вас высокие потолки, и это невозможно. А вот в управляющей компании ЕИК с такими заявлениями оказались не согласны. Якобы в квартирах температура в пределах нормы. На днях это зафиксировал специалист. А то, что жители мерзнут, да, знают. И проблему уже решают. Сегодня все исправят. Я знаю эту проблему, и эту проблему я, со своей стороны, обозначил представителям тепловых сетей. На сегодняшний день работа проводится совместно с ними. Значит, принято решение увеличить диаметр расчетного сопла на узле управления. Сейчас эта работа моим коллективом проводится. Сегодня будет представитель тепловых сетей во второй половине. Проверим параметры. И, соответственно, у людей в квартире температура увеличится. Как выяснилось, управляющая компания ЕИК обслуживает этот дом не так давно. Около года коммунальщики заверили, что даже без приезда съемочной группы проблема жильцов была бы устранена сегодня. Остается только верить, что вопрос действительно решился только из-за должной ответственности обслуживающей организации перед жильцами. Тюрьма замолчит. Разъяснение по поводу новой инициативы УФСИ на именком связи публикует российская газета. Тюремная ведомство разработала и испытала технологию, позволяющую выключать все нелегальные телефоны на территории колонии. Для того, чтобы программа заработала, необходимы изменения в законах. Сотовые телефоны за решеткой – одна из острых и пока не решенных проблем. Заключенные остаются на нелегальной связи и даже занимаются криминальным бизнесом. Телефонное мошенничество процветает. Сидельцы прямо из колонии звонят и обманывают людей. От имени близких родственников уговаривают перевести средства за решение вопросов с правоохранительными органами. Суммы, которые удается выудить из доверчивых граждан, исчисляются десятками миллионов рублей. В УФСИН пробовали установить глушилки, но в таком случае замолкают и сотовые аппараты в соседних домах. В УФСИН разработали программу, которая называет территорию особого статуса. В Минкомсвязи говорят о зоне тишины. Специальная система адресно выключает все телефоны, кроме особо зарегистрированных на определенной территории. Телефон, который попадает туда, тут же отключается. Включить его можно, лишь обратившись к оператору с паспорта. Чтобы система заработала, нужен закон, обязывающий сотовой компании отключать телефоны в местах лишения свободы. Протаранил столб и избежал с места авария. В Оренбурге полиция задержала водителя Лады Калины, въехавшего в световую опору и бросившего пострадавшего пассажира. ДТП случилось на улице Братьев Башиловых. Виновника аварии оперативно разыскали. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства происшествия. О других дорожных инцидентах, происшествиях и преступлениях смотрите далее в рубрике «Ориентировка». Вступила в неравный бой 38-летний мужчина с ножом. Напал на один из продуктовых магазинов Бузулука. На полу и стенах торгового помещения следы кровавой борьбы. Нарезчик нанес женщине ножом несколько ударов в ногу и руку. Забрал из кассы более 3000 рублей. И скрылся, однако, был задержан нарядом патрульно-постовой службы. Уголовный кодекс предусматривает за подобный налет до 10 лет тюрьмы. Отважная продавщица в больнице. Десять суток ареста за езду под шофе. Любитель зеленого змея попался на глаза сотрудников ДПС в поселке Октябрьском. Внимание автоинспекторов привлекло нетвердое манера вождения. Законное требование инспекторов об остановке водитель Мазды проигнорировал и придавил на педаль газа. Патрульный автомобиль преследовал лихача по сельским улицам. Погоня закончилась задержанием. Сопротивление бесполезно. 30-летний водитель оказался с признаками алкогольного пенения, к тому же без прав. Поездка с ветерком обошлась лихачу, 10 сутками ареста и штрафом в 30 тысяч рублей. Прошла любовь, но вспыхнули неприязненные чувства. Мужчина от угроз в адрес своей бывшей супруги перешел к действиям. Разбитая голова и испачканная кровью стеной хранят следы расправы. Побитая женщина обид прощать не стала и обратилась в полицию. Отдел МВД по Сарактарскому району возбудил уголовное дело по статье «Угроза убийством» или причинение тяжкого вреда здоровью. Буйному бывшему супругу грозит до двух лет тюрьмы. Летим по правилам. Для любителей зимних видов спорта появились послабления. Аэрофлот возобновил на зимний период бесплатный провоз горнолыжного инвентаря. Снег любителей зимних видов спорта еще не порадовал. Но для многих это не повод держать сноборные лыжи зачехленными. Ведь на многих горнолыжных курортах сезон уже начался. И некоторые поспешили упаковать чемоданы и снаряжение, чтобы отправиться на белоснежные трассы за новыми эмоциями и впечатлениями. Дарья Войнаровская и ее семья одержимы горами. Впервые девушка попробовала скатиться со склона на сноуборде лет 10 назад. Любовь передалась и сыну Филиппу. Тогда ему было всего 5 лет. Мне нравится очень получать адреналин с горы, когда скатываешь. Ну, это очень круто. Да и выглядит тоже классно. Дарья с сыном начинают кататься, когда снег только появляется на Альпийских горах. А заканчивают, когда можно в тех местах загорать. За плечами не только Италия. Покоряли горы Швейцарии, Франции, Австрии. На этот раз выбрали знакомые уже места – Альпы. И как опытные туристы заявляют, что подобный отдых требует тщательной подготовки. Сложность такая всегда есть, потому что горнолыжное оборудование, оно очень громоздко, само по себе очень тяжелое. И это всегда проблема, особенно если едут несколько членов семьи отдыхать. Раньше мы заранее узнавали, входит ли это в тариф, оплачивается это отдельно или нет. Но это достаточно трудоемкий процесс был. А сейчас мы знаем, что в Аэрохоте это горнолыжное оборудование, право оборудования он бесплатен. Один комплект оборудования – это лыжи или сноуборд плюс ботинки. Их теперь пассажиры могут бесплатно сдавать багаж дополнительно к обычной норме. Правила будут действовать несколько месяцев. В зимнем сезоне авиакомпания Аэрохот предоставляет пассажирам дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного оборудования весом до 23 килограмм. Данная акция распространяется в период перевозки с 1 ноября 2017 по 15 мая 2018 года. На старте сезона отпусков. Это стало подарком для тех, кто привык наслаждаться зимними видами спорта. Ну а сейчас время нашей постоянной рубрики. Оренбуржцы снова делились с дежурным корреспондентом, волнующими их проблемами и рассказали о находках. Когда восстановят уличное освещение на улице Грозненская и какой пешеходный переход нужно обратить внимание сотрудникам ДПС. Ответы на эти вопросы знает Ольга Токарева. Ей слово. Хоть глаз выколи, это заявка от Николая. Оренбуржец проживает на улице Грозненской. Рассказывает, уже давно возле его дома перегорел фонарь, который в принципе освещал всю улицу. Сейчас, поскольку утром солнце встает поздно, да и темнеет рано, неудобства значительные и испытывать их приходится жителям всей улицы. Когда коммунальные службы обратят на это внимание, интересуется Николай. Оренбуржец обзвонил уже множество инстанций. В администрации Северного округа заверили, что в ближайшее время этот вопрос рассмотрят, лампу поменяют и освещение восстановят. В подобных случаях чиновники посоветовали обращаться в приемную администрации, чтобы специалисты сразу были в курсе проблемы. Автоледи Елена обращается к водителям с просьбой все-таки соблюдать правила дорожного движения. Женщина рассказывает, что на пешеходном переходе на улице Аксакова всегда днем припаркованы автомобили. Из-за чего увидеть человека, который переходит дорогу по зебре, крайне проблематично. Пешеходам тоже не позавидуешь, продолжает неравнодушная оренбурженка, потому что переходить дорогу им приходится на свой страх и риск. Дабы избежать опасных ситуаций, водителям нужно внимательнее парковать автомобили. Стоит уважать друг друга. С таким призывом Елена обращается и к пешеходам, и к водителям. Хозяин документов отзовись. Портмоне с водительскими правами и банковскими карточками. На имя Власовой Надежды Анатольевны нашла Людмила. Оренбурженка обнаружила находку 5 декабря утром на улице Туркестанской, когда шла по дороге в женскую консультацию. А девчевая женщина хочет сделать доброе дело и готова вернуть найденное безвозмездно. Контакты уточняйте у нас в редакции. На этом у меня все. Помогайте друг другу, ведь добро всегда возвращается. Ну а поделиться проблемой вы всегда можете с нашими корреспондентами. Звоните. И на этом у нас пока все. Смотрите нас на официальных страницах в Ютубе, ВКонтакте и Фейсбуке, в кабельных сетях РТелеком, Думру, Интерактивном ТВ, Фокус Лайв, а также в Телеграм. До встречи в 23 часа. Подведем итог уходящего дня. В ближайшие сутки Варенбуржья облачно с прояснениями. В большинстве районов осадки, местами сильные. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабый гололед, метель. Ветер юго-восточный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью от минус 2 до минус 7 градусов. Завтра днем в пределах от минус 1 до минус 6 градусов. С понижением температуры воздуха к вечеру. В Оренбурге облачно с прояснениями ожидается снег. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6 градусов. Днем минус 1, минус 3. К вечеру ожидается понижение температуры воздуха. Редактор субтитров А.Семкин